Друзья, всем привет, с вами Яков. И в этом ролике мы с вами посмотрим, как можно собрать чародея, который будет использовать сет стихии Талраши и атаковать он будет умением Метеорит. В последнем патче подкорректировали сет Талраши, добавили предмет, который может усиливать Метеориты и теперь данным навыком можно действительно закидывать все поле Метеоритами. То есть в принципе играет так, как многим игрокам нравится, ну или же нравилось. Что же касается итогового урона, то у этого билда его стоило бы поднять, потому что пока до топ уровня он не дотягивает, как по мне. Но для разнообразия я думаю поиграть можно, кому интересно. Ну и если это так, то давайте разберемся с билдом и с экипировкой, но для начала о спутнике. В качестве спутника я беру Эрину, для того чтобы с ее помощью поднять свой стихийный рон. Более подробно о билде, что для фастранных забегов, что для пуш забегов, я останавливаться не буду, потому что все это я разбирал в ролике. Так что если что, ссылка в описании. Ну а мы давайте плавно перейдем к нашему волшебнику. Так, ну и первое, что нам пригодится, это сет стихии Талраши. Ну и с сета я использую 5 предметов. Это амулет, далее головной убор, броня, перчатки, ну а также штаны. Ну и с помощью бонусов данного сета, когда мы будем атаковать разными стихиями, то есть холодом, огнем, тайной магией, а также молнией, мы будем поднимать свой урон, а также свою защиту. Следующий сет, который нам пригодится, это одежда капитана Кримсона. Ну и из этого сета, в моем случае, я использую 2 предмета. Это пояс, но также ботинки. И благодаря данному сету, мы будем повышать свой урон, а также повышать свою защиту. Кроме того, получим 2 параметра. Уменьшение времени восстановления умений, а также уменьшение затрат всех ресурсов. Третий сет, который нам пригодится, это власть Огильда. Ну и из него, в моем случае, я использую 2 предмета. Это наплечники, но также наручи. С помощью данного сета мы будем повышать как наш урон, так и нашу защиту. Из несетовых предметов мы используем кольцом королевской роскоши, для того, чтобы запускать все нужные нам бонусы от наших трех сетов. Огильда, Кримсона, Талраши. Если вы подобным геймплеем будете играть в 27 сезоне, то на абсолютно любой перемет вашей экипировки с помощью тиглей вы можете накинуть легендарные свойства. Ну и для данного геймплея я бы посоветовал то, которое с помощью доспехов бури будет мгновенно убивать противников в радиусе 30 метров. Абсолютно любых противников, кроме боссов. Но боссы будут получать внушительный урон. Второе кольцо, которое нам пригодится, это собрание стихии, для того, чтобы раз за фазу кольца поднять свой огненный урон. Ну и последний предмет, который нам пригодится, это посох. Жезл Ариатских Недр. С помощью данного оружия вместо падения метеорита будут сбегаться противники. Это что касается белого трэша. А также мы будем повышать наш урон от метеоритов, когда они многократно будут поражать противников. Теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе. Рубрика Бижутерия и там у нас Ореол Карини. С помощью данного кольца мы будем повышать свою защиту при активном доспехе бури. Далее рубрика Броня, а также рубрика Оружия. В броне у нас находится Гордость Лифур, ну а в оружии у нас находится Великий Визирь. Ну и с помощью этих приметов мы будем повышать наш урон от умения метеорит. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью умения метеорит, поэтому повысить урон от данного навыка мы можем с помощью двух приметов. Это нашего шлема, ну а также ботинок. Метеориты будут наносить урон от огня, поэтому повысить данный стихийный урон мы можем с помощью двух приметов. Это амулета, но также наручей. В этом геймплее нас интересует другой параметр, как урон по области, так как противники будут стоять довольно-таки плотно друг к другу, поэтому данный параметр будет совсем-совсем не лишним. Его можно повышать как с помощью наплечника, перчаток, оружия, одного кольца, но также с помощью парагона. Также, что с помощью парагона, что с помощью камня в шлеме, а также сета Кримсона мы будем еще и уменьшать затраты ресурсов. Тем самым, повышая нашу защиту, а также, более экономно, мы будем расходовать ресурс на применение умения Метеорит. Что касается Самосветов, то мы используем Проклятия Плененных, а также Проклятия Пораженных, ну и для повышения скорости атаки Гогок. И это все, что касается экипировки, а теперь давайте разберемся с билдом. Для начала, пассивки. Ну и здесь мы используем три, которые будут повышать наш урон. Это смелость, воспламенение, а также сила стихии. С помощью пассивки Астральной Присутствия мы будем повышать показатель нашей магической энергии, а также ее себе немножко быстрее восполнять. Теперь давайте разберемся с нашими активными скиллами. И для начала нам надо четыре навыка, которые будут отвечать за четыре разные стихии. Для того, чтобы полноценно работал сет стихии Талраши. То есть мы бафили свой урон, а также свою защиту. Итак, за Молнию будет отвечать Доспех Бури и Сила Бури. За Холод Фамильяр и Сосулька. За Тайную Магию, Черная Дыра и Кража Магии. Ну и за Огонь. Наш главный скилл, атакующий, это Метеорит и Метеоритный Дождь. Остается у нас два навыка. Телепортация и Безопасный Переход. С помощью этого скилла мы будем и быстрее перемещаться, а также уворачиваться от атак противника. Кроме того, после каждого прыжка мы будем получать баф на защиту. Магическое оружие и Оторжение. С помощью этого скилла мы будем повышать и наш урон, и нашу защиту. И это все, что касается билда. Ну а теперь давайте разберемся с геймплеем. Итак, как только мы появляемся в портале, мы запускаем наши три баф-скилла. Доспех Бури, Фамильяр, а также магическое оружие. Напоминаю, что первые два названных скилла будут отвечать за два аспекта. Это стихия Холода, а также Молнии. Следовательно, чтобы полноценно работал баф на увеличение нашего урона и защиты, мы должны дополнительно атаковать еще двумя стихиями. То есть тайной магией, но также огнем. Ну и здесь, дорогие друзья, в принципе волноваться о этом нам не стоит. Почему? Потому что вам достаточно противников поразить хотя бы один раз черной дырой, а далее всех постоянно атаковать и атаковать метеоритами, то на протяжении всего портала эти бафы у вас не пропадут. И постоянно прожимать клавиши клавиатуры, так как будто вы играете на пианино, не требуется. Здесь по сути однокнопочный геймплей. Ну и как мы работаем, когда все эти бафы запустили? Тут все просто. Видим противников и просто их засыпаем метеоритами. Обращая при этом внимание, на кольцо собираем стихии. И когда на этом кольце появляется баф на увеличение урона от Холода, вы по противникам запускаете черную дыру, для того чтобы и их стянуть как можно ближе друг к другу, а также тем самым запустить баф на увеличение урона. И затем постоянно-постоянно-постоянно атакуйте их метеоритами. Потому что когда на собрании стихий будет огненный баф, тогда вы будете наносить очень-очень большой урон. При этом внимательно смотрите на землю. И когда увидите оранжевый круг, это область силы, быстро прыгайте туда с помощью телепортации. И продолжайте атаковать метеоритами противника именно оттуда, потому что вы будете наносить больше урона из этих областей. Вот в принципе и весь геймплей. Все просто, не сложно. Вопрос лишь в другом, нравится вам или нет. А вот уже эти ваши впечатления оставляйте в комментариях под видео по поводу данного билда. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.